и все привет друзья вы на канале sky top game с вами иван и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine друзья перед началом видео я конечно хочу выразить вам всем огромную благодарность за вашу поддержку за ваши лайки и приятные комментарии на моих видео по space engine ну и не только по космическим темам друзья для меня это очень большой стимул спасибо друзья что поддерживаете меня ну а мы начинаем так друзья сегодня у нас в нашей серии одна большая звезда которая находится от нас на расстоянии 7 половиной тысяч световых лет это звезда это киля друзья кстати по рассмотреть ее мне подсказала мой подписчик на канале и я когда я зашел space engine и увидел ее боже какая эта красота почему я ее раньше не снял и не показал вам в своих видео и и и так друзья ну мы на расстоянии семь с половиной тысяч световых лет от звезды от нашей от нашего солнца что можно сказать давайте сейчас приблизимся наверное сначала да вот такая вот красивая туманность боже здесь просто ну здесь великолепный а блин я тебе скажу сразу обзоры и блин тут просто потрясающим так 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 где же она у нас туманность да вот она туманность гомункулс коммункулс и здесь находится у нас та самая звезда это киля давайте вот она вот она звезда это да это киля звезда вольфа рая почему-то она так тут называется не понимаю это звезда я вам сразу скажу друзья это двойная звезда это гипер гигант в созвездие киля сейчас я немножко замедлил время я был просто потрясена теме пейзажами которые я здесь увидел это просто мы это невероятно боже посмотри как передвигаются газа да по-моему это блин просто потрясающе кстати у звезды нету планет давайте рассмотрим давайте поближе наверное где-то а вот на таком расстоянии я думаю это просто фантастично это просто ты посмотри ну от этого я думаю невозможно оторвать свой взгляд особенно на фоне всех вот этих туманностей газов это ну это великолепно я скажу сразу друзья что светимость это киля она более чем в 5 в 5 миллионов раз превосходит солнечную ты представляешь насколько это огромно до двойная двойная звезда кстати две звезды движутся вокруг общего центра тяжести и основным компонентом можно так сказать системы является гипер-гигант яркая голубая переменная звезда кстати по массе она смотри превосходит в одну тысячную в полторы тысячи наверно масс солнца я так понимаю вот а нет я не на ту нажал звезду простите а а масса о боже в сто двадцать масс солнечных это просто мы это невероятно температура 20 тысяч по кельвину это около наверное ну приблизительно 25 тысяч по цельсию хотя я могу немножко ошибаться поправьте меня в комментариях так подожди-ка подожди двойная звезда а здесь да у вот у этой звезды у нее тоже нету планет дай-ка я хочу рассмотреть все те красоты которые можно здесь увидеть это фантастически это просто невероятно почему в обзорах по самым большим звездам солнечной системы или вселенной я блин не рассмотрел эту звезду непонятно как же я ее так упустил боже посмотри как будто облака такие знаешь на небе на самом деле это все газы так подожди давай-ка немножко наверно отдалимся немного отдалимся так подожди было бы классно посмотреть если бы здесь была бы еще какая-нибудь звезда и рассмотреть все вот эту красоту допустим если бы у звезды были планеты то можно было бы рассмотреть всю эту красоту ну можно сейчас будет слетать по другим по другим звездам и найти какую-нибудь экзопланету кстати звезда и таки ли находится вот в такой туманности похоже что-то на гранату или наверное знаете гантеля наверное скорее всего на гантель да похоже ты посмотри она окружена еще одной классной туманностью просто фантастические пейзажи у меня нет слов ребят я серьезно кстати говоря по звезда по звезде и таки ли я могу сказать так что в девятнадцатом столетии ученым удалось наблюдать увеличение яркости звезды которую назвали по моему если я не ошибаюсь великая вспышка почему это произошло вообще есть такой вариант друзья что считается что якобы это раньше была тройная звезда и звезда находившиеся ближе к одной из звезд она просто и и поглотила в себя поэтому произошло произошел такой всплеск огромный я не знаю огромная вспышка и скорость распространения всех материалов она достигла по моему от 10 достигала от десяти тысяч примерно 10 до двадцати тысяч километров в секунду ты представляешь это просто если сравнивать масштабы всего космоса это блин ну это фантастически просто это невероятно так желтый суп гигант я тут как и вам и обещал хочу найти какой-нибудь звезду с планетой 19 планета одна с жизнью я хочу рассмотреть все вот эти вот пейзажи как обычно так а мы сможем наблюдать это киля а ну примерно приблизительно да наверное я думаю как планетарная у нас система что у нас здесь есть газовые гиганты но это как обычно б-1 горячая пустынная терра с жизнью холодная пустынная супер акварио боже сколько их здесь давайте наверно я не знаю перелетим на какую-то планету где есть поверхности и рассмотреть всю вот эту вот красоту с поверхности планеты ну здесь конечно пейзажи они блин я еще раз повторюсь друзья это фантастика просто это невероятно смотреть на всю эту красоту так реагентная пустынная акварио у нас разве нету планеты я не знаю с какой-нибудь атмосферой горячая пустынная терра с жизнью но здесь мы особо наверное ничего не увидим давайте эти все-таки но приблизительно что-нибудь вот такого рода как обычно у нас озерные какие-нибудь супер акварио или что-то в этом роде наверное да так примерно наверное отсюда можно сейчас будет что-нибудь увидеть фантастические виды так ждем прогрузки ждем прогрузки почвы грунта всего что может находиться на планете по моему смотри какие-то неровные кольца у планеты да обратите внимание вот здесь вот подожди стой я не пойму здесь здесь трава или что кстати а эту кель для наблюдать можно в южном полушарии земли на ночном небе по моему даже можно ее наблюдать невооруженным глазом так ну стоп 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 подожди стой давай-ка я давайте ускорим время и посмотрим на ночном небе всю эту красоту которая только может быть здесь стоп 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 подожди не так быстро замедляем время останавливаем минимум ну пока пока ничего особенного я не могу увидеть подожди ну-ка давай-ка немножко повернем и посмотрим мне хочется наблюдать саму эту келя боже да здесь были бы фантастические пейзажи ты посмотри блин и это все газ но это смотрится как блин это красивые такие шикарные облака я не знаю блин это завораживает это реально блин просто завораживает вот кстати сама это келя на ночном небе планеты о боже это фантастика друзья подожди-ка ну-ка давай-ка в свободный режим немножко ускорим наверное время ты посмотри сколько здесь туманностей вообще да это это красота это ну это невероятно уже я могу эти слова говорить наверное до бесконечности под фон музыки и рассматривать вот эти пейзажи это просто прекрасно давайте буквально не комментировать секунд ну 20 давайте примерно и посмотрим на фоне музыки это великолепно да я очень конечно впечатлен я прямо заворожен всей этой красотой что можно друзья сказать по эту келя еще это то что посмотри как быстро передвигается спутник да по этому самому по небосводу а ну у нас еще ускоренное время что можно сказать еще по эту келя что возможно в будущем эта келя скорее всего станет сверхновой либо превратиться в черную дыру либо станет нейтронной звездой хотя вот этот вариант скорее всего отпадает я думаю да это келя это самая большая звезда я я считаю по крайней мере так и как считают ученые это самое по крайней мере сейчас самая большая звезда вселенной это фантастика друзья это просто ну невероятно туманность находящиеся в туманности кожа ну почему мы не можем наблюдать такие виды из земли как красиво только посмотри ну что ж друзья наверное я на этом свою серию закончу да может быть она была и краткой но виды мы сегодня с вами друзья рассмотрели просто фантастические неописуемые потрясные я надеюсь вам понравилась эта серия ставьте обязательно пальчик вверх подписывайтесь на канал рассказывайте своим друзьям о моем канале любители космоса присоединяйтесь впереди нас ждет еще много интересного и увлекательного друзья и помните космос и вселенная бесконечная и мы только начинаем свое путешествие всем пока друзья до новых встреч пока пока